Дорогие соотечественники, для того, чтобы понять тот мир, в котором мы живем, чтобы понять то, что происходит и как надо жить, как надо действовать в этом мире, необходимо прислушаться, обязательно необходимо, к голосу мудрецов древности, мудрецов средневековья, нового времени и современных. Проблема заключается в том, что человечество давно докопалось до истинных корней того, что мы называем бедственное, катастрофическое существование. Конфликт лежит очень глубоко. Он лежит между рациональным поведением человека и моральным, и нравственным его поведением. Того, что мы называем менталитетом, который зарождается в недрах той или иной культуры. Еще в глубокой древности, где-то две с половиной тысяч лет тому назад, великий китайский мудрец Лао Цзи сказал, «Путь неба таков – отбирать у избыточного и добавлять к недостаточному. К сожалению, путь человека другой, – сказал Лао Цзи. – Это отбирать у недостающего и добавлять к избыточному». В этой слегка загадочной, туманной, дальневосточной формулировке на самом деле скрыта глубочайшая истина. Она говорит о том, что равновесие, состояние, когда все сбалансировано, все течет нормально, некатастрофично, без всяких таких эксцессов, происходит тогда, когда действуют две вещи – человечность и справедливость. Джэнь по-китайски – это человечность, то есть умение человека жить среди других людей. И справедливость – это вот это самое чувство того, что надо относиться к другому так, как относишься к самому себе. В дальнейшем эти идеи мы наблюдаем у таких мыслителей, как Аристотель. Кстати, именно слово «оэкономия» и само слово «естественная экономика», как в начале «домашнее хозяйство» – это идет от древнегреческого мудреца Аристотеля. Далее мы можем вспомнить об Адаме Смите. Адам Смит, что самое потрясающее, начинал как моралист, не как эконом, не как специалист в экономике, не как создатель вот этой знаменитой теории невидимой руки, которая действует на свободных рынках, а как моралист. Но в его время ему казалось, что вот конфликт между моралью и прибылью решается так. Преследуя свои чисто узкокорыстные интересы, человек способствует развитию всего общества. Однако Смит не учел, что сверхконцентрация капитала все ставит с ног на голову. Сейчас мы коснемся этого момента. И это первым, кто это понял, был один из величайших умов человечества. Человек, от рождения которого 5 числа сего месяца прошло ровно 200 лет, 2 века. Карл Маркс. Могут сказать, ну так вот от этого Карла Маркса все беды, все революции, все такое прочее. Однако факты говорят о другом. Никогда Маркс не эсперировал того, что делали многие ретивые его последователи. Более того, по данным мировых различных социологических и других агентств, именно Карл Маркс является тем философом, которого и капиталисты, и социалисты, и либералы, и демократы цитируют, это в индексе цитируемости, чаще, чем какого-либо другого мыслителя за последние тысячи лет. Для того, чтобы разобраться с вот этими вопросами, с которых мы начали, о том, почему мы так живем, что происходит в мире, как вести себя человеку, махнуть на все, на всю эту мораль, или понять, что без нее жить невозможно, мы пригласили в гости к нам замечательного экономиста и прекрасного человека Михаила Бойсика. Спасибо. Здравствуйте. Вот после такой увертюры вступительной, может, несколько неожиданной для многих, мы заговорили о Карле Марсе, и вдруг такое, что это, да, самый цитируемый, причем и капиталистами, и социалистами, как мы говорили, либералами, демократами, людьми всех направлений, это самая цитируемая личность за последние столетия истории. Во-первых, так ли это? Может, есть какие-то противоречащие этому сведения? Может, я поторопился? А второе, а что же на самом деле сделал Карл Марс? Нет, эти обвинения его огольные. Тогда, можно сказать, эти красные хмеры, которые забивали насмерть, это все продукт, так сказать, теории Марса. Опять так же ли это? Ну, если, чтобы сразу уйти от хмеров, там была такая идея о том, чтобы ликвидировать неравенство между богатыми и бедными. Радикальными методами. Да, радикальными. Надо убить всех богатых. Да, вот просто. И лишь Вондер говорил, а что там, за братья поделить? Вот и решили вопрос. Значит, если говорить о личности, как о Марсе, потому что многие вещи можно как бы сегодня с высоты 200 лет прошедших можно сейчас умничать. С одним умом, самые крепкие. Да, да, крепкие. Но, тем не менее, на сегодня он в 99-м году был проведен опрос в BBC. Он признан самым выдающимся мыслителем последнего тысячелетия. Это как бы официальный факт признанный. И второе, наверное, нет более мощной научной библиотеки, чем библиотека Конгресса США. И вот больше всего работ, посвященных в этой библиотеке, это касается Красмарсу. Наверное, это ответ на тот вопрос, который... Насколько достоверно то, что он один из самых цитируемых. Да, да, да. И он действительно личность выдающегося, потому что он сделал выдающиеся, можно сказать, такие открытия, высказал свои суждения, разгляды... Разрения. Да, да, да. В философии, социологии и экономике. Ну, наверное, вот в теории Гегеля он добавил материализм, гелектический материализм, это его работа. Вот когда мы говорили, поставил, помнишь, потался я с ног на голову и с головы на ноги. Да, да, да. То есть, если у Гегеля было идеалистическое воззрение на мир, то там материализм... Вообще, Марс был атеистом, и это ему принадлежит фраза, что религия опиум для народа. Я не буду эту тему как бы развивать, это такой вопрос. И шепетильный, да. Да, и шепетильный сложный, чтобы не затрагивать никого. Но, тем не менее, материализм был построен именно по такому пути. Значит, второй момент, который принципиально считается, то есть, наверное, это теория прибавочной стоимости его, которая изложена в четырех томах капитала. Причем, что характерно, что при его жизни был издан только первый том капитала. Дописал Энгельс. Второй, третий был собран Энгельсом. И дописан им. А четвертый уже конкретно написан, по сути дела, по его запискам, собран и так далее. Уже конкретно был. Энгельс вообще сыграл огромную роль в судьбе Марса. Потому что, по сути дела, он его содержал. Он помогал, он понимал, что это за человек. Потому что Энгельс был сам из богатой семьи. У него было наследство. И, кстати, очень глубокий человек. Очень. Он тоже много работ написал. Но именно благодаря, наверное, Энгельсу мы имеем возможность ознакомиться с полным как бы собранием его рабоих мыслей, идеей и так далее. Потому что Марс, прежде всего, полемист. Он выскал свои суждения. На эти суждения была критика. Он эту критику как бы доказал. То есть характер изложения его, мы сразу все должны понимать, является критическим по отношению к господствующим тогда обозрениям. И вот в теории прибавочной стоимости просто приведу такой пример характерный, который до этого никто как бы не вводил. То есть это элемент научной новизны, как принято говорить в науке. Это он ввел понятие земельной ренты-1 и земельной ренты-2. Земельная рента — это получение прибыли за счет, естественно, плодородия почвы. И чем выше плодородие, тем рента выше. Понятно, да? И рента-2 — это за счет дополнительных вложений в землю, инвестиций в землю. Технологии, удобрения. Это орошение, мелиорации и так далее. Дополнительного ресурса. Да, когда до прибыли — это дополнительная рента-2. Это как пример, в принципе. Но самое главное, то есть он поставил вопрос о прибыли, о распределении прибыли, он поставил вопрос о классах, что есть часто... Внимание, он поставил вопрос о прибыли, о распределении. То есть весь цикл завязал в единую систему. Да. И показал, по сути дела, несправедливость распределения этой прибыли. И вот очень интересный, специально выписал... Слово «справедливость» вспомним, относится к моральным категориям. Да. И вот я зачитаю фразу, она достаточно длинная, но... Что сказал Марс? Марс, да. Многие оспаривают, что сказано якобы... Да. Именно им и сказано. Вот дословно. Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда. Но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как боится пустоты. Но раз имеется наличие достаточной прибыли, капитал становится смелым. Обеспечить 10% капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Вот то, что мы видим. Вот все эти события на Ближнем Востоке и в других местах. Вот объяснение. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Вот то, что именно... Доказательство контрабанда и торговля рабами. Ну, это его цитата дословная. Если бы только это... Да, да, да. Но это же было 200 лет назад, и капитализм только вошел как бы в свою силу, как бы начал набирать. Но в дальнейшем судьба развивалась, и впервые вот создание советского государства... И скажем так, что империализм и неореализм таковой, тогда еще только-только показывал свои клыки. И вот когда образовалось советское государство, СССР, да, то Рузвельт, если вы помните, в 30-е годы, когда начался кризис, ребята, надо прибылью делиться. И по сути дела, вот многие как бы критикуют, допустим, там, Сталина, социалистическую систему и так далее. Но это примерно так же, как критиковать христианство за то, что была инквизиция. Нет, это как Христа за инквизицию. И вот у Достоевского же есть... Да, да, да. Я имею в виду... Помнишь, когда у Достоевского история Христос появляется перед инквизитором, и инквизитор посылает этого человека на казнь, понимая прекрасно, кто перед ним стоит. Поэтому обвинять Марса, это все равно, вот как Христа обвинять. Поэтому здесь надо отделить как бы одно от другого. И самое главное, еще раз подчеркиваю, что вот элементы социальной справедливости и теория конвергенции слияния капитализма с социализмом, то, что происходит в Швеции, допустим, в других странах и так далее, она во многом подтолкнула развитие СССР. То есть Русин тогда сказал, ребята, еще раз повторите. И развитие самого капитализма. Да, да. И он сказал, что он меняет. Ребята, вы хотите жить дальше, и чтобы не было повторения то, что произошло в Советском Союзе, пожалуйста, делитесь прибылью. Вот примерно в этом основной лейбмотив нашей истории, которая кардинально изменилась. Вот сегодня уже социализма в рамках Советского Союза нет. Советский Союз разозвален. Китайский социализм, он несколько с иным лицом. Там очень много... В Китае все особенно. Особенно, да. Как посол в Китае. Там нет бесплатного жилья, то есть социальное. Все по-другому. Пенсии только сейчас отвелите. И так далее. Там очень много проблем, связанных больше с капиталистическим характером уклада экономики. Но, тем не менее, сегодня это одна из самых развивающихся экономик. И она, в принципе, то, что привнес социализм, это плановая экономика. То есть не стихийная и так далее. А именно... И система распределения все-таки по-другому поставит. Плановая экономика. План экономика, это производство... Не, но она обязательно учитывает вот это более-менее... Да, централизация, ресурсы и так далее. То, что сегодня мы, по сути дела, не имеем. И в мире произошло определенное расслоение. Произошло так называемый золотой миллиард, да, который живет более нормально. И когда мы бываем за границей, там, в Испании, Португалии, Франции, Англии и так далее, видим эти огромные дворцы, картины галереи. А за счет чего они построены? Они построены за счет того, что ограбили всю Африку, Латинскую Америку и так далее. Тоже Европу. Тоже Европу. То есть это шло до самого последнего времени. А сейчас это прибрело форму неоклонализма. Вот смотрите. Вот эта форма трансформации прямого военного вмешательства, хотя это тоже имеет... Еще как. Та же Сирия, тот же Ирак, Ливан, Афганистан. Да, Афганистан и так далее, когда просто тысячами люди гибнут. И вот даже англичане затеяли вот эту... Ну, вознюк, скажем так, вокруг Скрипалей. Но это повод для того, чтобы... Мы сейчас не будем... Я не об этом говорю. Но пусть они оглянутся... Ложь становится инструментом. Да, да, да. Тут я согласен. Но я просто хотел сказать, сколько десятков миллионов индусов они уничтожили. Заморили голодом. И так далее. Это было совсем недавно. И пакистанцев. И пакистанцев и так далее. И африканцев. Да, это те, которые моралисты, и буры вот наоборот. То есть история здесь как бы достаточно мрачная, тяжелая. И вот если говорить о этом золотом миллиарде, то это не значит, что весь золотой миллиард процветает. Что он весь золотой. Что он весь золотой. То есть реально это 5% населения из этого золотого миллиарда, которые живут нормально и так далее. А остальные, если взять все показатели статистик и так далее, касается и Соединенных Штатов, и других разных как-то перерезийских стран. Значит, богатые богатеют, а у бедных уровень жизни понижается. Это в странах, так называемых, золотого миллиарда. Теперь вот есть второй момент очень принципиальный. Нас часто критикуют, например, там говорят, вот Конгресс США принял и так далее. На самом деле, по сути дела, миром правят не государственные структуры. И даже не Конгресс США и президент. Да, да. А так называемый Бельведерский клуб, это ограниченная группа мультимиллионеров, да, и миллиардеров, которые, в принципе, управляют страной. И вот вдумайтесь, вот такую вещь простую. Значит, Центральный банк Соединенных Штатов Америки, да, Федеральная резервная сессия. Частная лавочка. Частная лавочка, которая петель. Причем, как они построили свой, будем говорить, бизнес вот этого. Они построили бизнес следующим образом. Вот мы, например, Молдову, подписали соглашение с Международным валютным фондом. А это лавочка именно этого клуба. И где нам запрещено печатать свою валюту. То есть, мы можем напечатать леи, только получив доллар. Вот мы заработали доллары, значит, округленных говорю, там 16 лет. Напечатали наши бумажки. Да, 16,3 лет напечатали. Получили одни бумажки, напечатали другие. Да, вот такая. То есть, мы не имеем права выйти за... Это касается всего постсоветского пространства и многих других стран. И кто как только пытается уйти от доллара, тут же сразу говорится, что этот режим недемократический. Начинается военная агрессия, переворот, оранжевая революция. Суровейшие меры. Суровейшие меры. И все это уничтожает на кормах. В порядке диалога. Скажи, пожалуйста, вот есть такое мнение, что как только Каддафи попытался ввести золотой рант, так его судьба была предрешена. Именно так и произошло. Ведь давайте вдумаемся, что Каддафи, по сути дела, создал социализм. То есть, он доходы от нефти, доходы от нефти, распределял между жителями страны. Образование бесплатное, причем не только в своей стране. А он отправлял людей на учебу. Огромные заработные платы. И социальное обеспечение. Они нашли огромные запасы подземной воды. А там проблема номер один. И они нашли огромные запасы подземной воды и начали строить эрегационную систему. То есть, если бы он обводил Африку, то Африка довел до результата. Логического конца, то Африка стала бы самодостаточным регионом. Более того, она стала бы житницей производства, производительной, сельскохозяйственной продукции. То есть, это был бы действительно азис, не такой маленький азис. А там и раньше были в древности, мы видим там азисы, там жирафы водились, где сейчас пустыня. Ну, пустыня развигается. Но главная проблема... Не, но если вода появляется, то это разъединение. Но главная проблема воды. То есть, вот эти все факторы, по сути дела, являлись матери. А дальше уже вытаскивается дело с Крипаля, из пальцев высасывается что-нибудь там. Или, например, то, что ребенка обрызгали ядом в Сирии. Белые каски. Белые каски. Да, да, да. Вот эти все спектакли. И под видом этого начинают... Они посмотрели, со Скрипалями прошло, что белые каски. Разве только Скрипаля это первое дело? И заметь, во времени такое впечатление это согласованные действия. Конечно, нет. Согласованная ложь. Это запрограммировано и так далее, для того, чтобы внести хаос, неразбериху и так далее. Потому что основная политика сегодня именно развитых стран во главе Соединенных Штатов заключается сохранить свое могущество и господство за счет стран других. И сегодня реально на первую арену выдвигается Китай, как самый... Опасный конкурент для них. Конкурент. Но Китай не имеет оружия достаточно как бы для... Поэтому Китай ведет себя относительно как бы тихо. А Россия имеет оружие. И поэтому они в полной мере у них есть такой даже петля анаконды, то есть удышение. для создания стран вокруг этих государств, кольца стран, для того, чтобы создать максимум плохих условий. Удушающие атмосферы для бизнеса. И санкции и так далее. Вот примерно вот так. Почему? Потому что когда два спортсмена встречаются, то есть два пути победить своего противника. То есть тренироваться, работать и так далее. И честно победить. Либо ему подсыпать в его блюдо пургена. Да. Не явился, проиграл. Да. Или не смог о другом думал. Вот примерно вот в этом проблема. И сегодня они, конечно, поступают разрушающие по отношению к многим. То есть они избрали не по честной конкуренции борьбы, о которой кричали о глобализме. Это будет свободная конкуренция. А пошли протекционизм, санкционизм, и так далее. Закрытие своих рынков. Закрытие рынка. Да, да, да. И так далее. То есть вот эти все методы. И плюс к этому еще то, что я назвал, это финансование капитализма, подчинение всех доллару. Ну, там вот развитые страны немножко пытаются Евросоюз как бы провести самостоятельно. А доллар печатает, напомним еще раз нашим дорогим соотечественникам, частная лавочка. Частная компания. Которая из частных лиц, это центральный банк федеральной жизненной системы, это акционерное общество, которым владеет группа богатейших людей мира. А теперь у вас спасибо. Итак, оказывается, что Марс, вот где он горит, нет такого преступления, на которое они пойдут. Вот все его пророчества, они сказались и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. и вот сейчас не поймешь, мы живем в состоянии какой-то гибридной, перманентной гибридной Третьей войны. Вот здесь возникает очень важный вопрос. То, чего во времена Марса, он только угадывал, он чувствовал это, предсказывал, не зря его пророком считают, он такой пророк во многом, то есть он предвидел будущее, его силы, и могущество ума этого человека. О чем речь идет? Раньше все строилось вот первые две мировые войны. Как шло? Значит, у тебя есть колония? А у меня нет колоний. Значит, я наращиваю мускулатуру, вот как Германия перед Первой мировой войной флот начала могучий наращивать и многое чего другое, сшиблись, не получилось и так далее. Второй, снова видим постройка Тирпица, фон Бисмарк, корабля, этих карманных линкоров, Шарнхорс, Гензинау, я почему Германию привыкал, что это типичные такой империалистические войны, кстати, близкие ко времени Марса. И вдруг после Второй мировой войны мы видим удивительное дело. после того, как позавещались на вот этом знаменитом линкоре просящей помощи Черчилль с Рузвельтом, Рузвельт сказал, я вам помогу, а кстати, на дворе 41-й год еще до окончания войны уехал, он говорит, я помогу, но после войны мы принимаем вот такое решение, что все народы имеют право на самоопределение. Черчилль сразу понял, что это означает развал Британской империи, но деваться ему было некуда, без помощи США ничего сделать не. И на самом деле, что после этого? Мы видим освободительные движения в Африке, в Азии, мы видим, как крушатся одна за другой Британская империя, Французская империя, Испанская, Портулайская. Испанская к тому времени уже почти развалилась. Остатки Португальской империи. Значит, все-все вот эти империи, Австро-Венгрию развалили еще после Первой мировой войны, Румыния успела отхватить, каждый отхватил свой кусок и так далее. Но о чем идет речь? Считалось так, колония это непосредственно территория под моим деклардатом, моим контролем, моим управлением. Безграничные причины. Все придумали ребята из Вашингтона и из Уолл-стрит. Они говорят, слушай, если мы в эти территории, это надо там огромные затраты всего, это надо отвечать за жителей этих территорий. Они проще или пусть они идут себе, а мы заберем у них суверенитеты. Все даем, тебе что делать, вы отменили за что. А суверенитет начинается с какого властного, потом финансовый, экономический. Не кажется ли тебе, что в этом новинка современного этапа истории, когда стали не территории, охота не за территориями империи, я имею ввиду империи транснациональных корпораций, банков огромных и так далее, вот через свое правительство контролировать суверенитеты. Не мы ли сейчас жертвы? Что бы ты к Марсу добавил? Я бы добавил два факта фарисейства, общеизвестных и так далее. То есть, опять же, мораль, потому что Марс всегда подчеркивал, что нельзя оторвать мораль, и в том числе распределение от экономического бытия и политического. Вот первое фарисейство, значит, смотрите, у нас все время на слуху выдается пакт Молотова Риббентропа, известный, да? Но при этом никто не говорит о том, что все страны Европы подписали до этого соглашение с Гетером о содействии, включая Англию, Францию и так далее, и все они были пособниками. Чемберленд же вернулся и говорит, я привез вам мир, и через где-то год война и началась. Да, то есть, вот как бы один элемент фарисейства. Второй элемент фарисейства, который сегодня, вот смотрите, сейчас появилась такая новая теория, она пока не сильно как бы известна, ну, как бы не сильно, немного о ней говорят, но, опять же, вот идея о чем? Это несправедливо, что отдельные страны владеют нефтью, алмазами, там, другими природными ресурсами. Внимание, внимание, это справедливость наоборот, внимание, если раньше мы кричали несправедливо, когда вторгаются эти самые авианосцы, армии и ставят лапу на чужие нефти и так далее, сейчас они придумали верх фарисейства, они говорят, вот нам Россия, она, понимаешь, такая большая, и все, и вот, кстати, одна из бывших госсекретарей так и сказала, это говорит, несправедливо, то же самое говорят, а несправедливо, что Ирак, там, другие, Иран владеет нефтью, Смотри, как перевернулось все, перевернуло все наоборот. Оказывается, несправедливо, что ты вообще существуешь на свете и у тебя что-то есть. Что ты нашел? Давай поделись, парень, а то мы тебе покажем. Вот именно это и закрепляет. Поэтому они... Валится, меряем. Вверх. То есть они же, причем это не делят между всеми, а захватят кучка, двух, трех, пять человек, вот эту страну. Нет, а Россия несправедлива по сравнению с остальными, но имея в виду, что это к ним передать. Вот в этом, как бы это. Это второй элемент фарисейства. Значит, и, наверное, это, в принципе, предопределяет ту политику, которая проводится сегодня в мире. Она приводит к тому, что США стремится сохранить однополярный мир. То есть завоевыванные позиции ранее. Да. А другая часть мира из сильных стран, ну, в данном случае, Китай. Пытается противодействовать. Некоторые страны стремятся встроиться в эту систему. Здесь очень важно. Значит, то есть понятно, что маленькие страны, они не в состоянии самостоятельно начать проблемы. Надо кому-то... Но для этого они должны привести во власть не компрадоров, которые будут продавать твою страну, грабить и так далее. Для наших дорогих соотечественников, чтобы знали, что слово компрадор по-простому называется предатель собственного народа. Да, именно так. Значит, и именно поэтому те страны, где думают о своем народе в первую очередь, где приходят во власть профессионалы и которые ставят... И порядочные люди. И порядочные люди. Да, это ставится в голову. Те государства процветают даже в рамках вот этого. И в принципе, капиталистский мир, он... Я имею в виду страны. Если ты не сильно мешаешь мне, не сильно мешаешь мне, то я ладно, тебя оставлю в покое, потому что у меня есть кого грабить. До тебя еще очередь не дошла. И вот я часто называю страны, которые... Это абсолютно разные по государственному устройству, по территориальному расположению, но для меня они являются образцами. Это Швейцария, это Израиль, это Сингапур. Вот казалось бы, Сингапур город. Не выращивать ни одного огурца, ни одного помидора. Я там был, мне повезло в жизни. Но вода у них привозная, песок привозной. То есть, казалось, никаких ресурсов толком-то и нет. И в том числе, когда пришел Ликоан Ю, они имели... В начале 60-х... Ликоан Ю, это тот, кто собственного брата посадил... Да, 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 да. За воровство и взятое. Да, да. И вот в этом 60-м году у них ВВП на душу населения было всего 300 долларов. У нас сегодня 2000, чтобы было сравнить. Да. Он уходил в 90-м, уже было 30 тысяч. В 100 раз. Чтобы было понятно, как развилась страна. При тем же отсутствии ресурсов, при тех же проблемах и недостатках. Человеческий капитал был активизирован. Причем там несколько религий, которые, в принципе... Казалось бы, да. И христианство, и буддизм, и буддизм, и мусульмане, и христиане, и синхи, и так далее. Плюс языки разные. И белые, и желтые, и индусы. Да, да. И все это они сумели как бы направить надо. Примерно в той же ситуации находится и Швейцария. Ведь там 4 государственных языка. Разные кантоны, разные... Да, да. Вплоть до разных вероисповеданий. И кроме того, есть два анклава. Австрийский анклав и итальянский анклав внутри государства. И тем не менее, наверное, так как процветает Швейцария, многие... Дай Боже о другом. Да. Ну и чисто на патриотизме такой самоотвердности это государство Израиль, которое постоянно в состоянии войны противодействует как бы арабскому миру. Такой оазис, да, который держится, но он шагает просто семейными шагами. И у него, например, экспорт. Вот в пустыне на песке я там был, да, вот желтый песок, камни, да, да. Капельное орошение, я видел его. Причем там, где трубку перерезали, через два часа все засохло и высохло безвозвратно. Везде компьютеры обрабатывают. Но я просто хочу сказать, что они экспортируют продукцию на полтора миллиарда долларов. Внимание, сельскохозяйственное, да. Казалось, пустыня пески. А у нас тут посади палку и что-то вырастет, и вот такие проблемы. У них надои на корову в той жаре сумасшедшие, в три раза выше, чем у нас в Молдове. Хотя тут, казалось, все... Да, и травка зеленая, и все, как бы есть, и климат изумительный. Вот много, как бы, примеров. Примеров, да. Что значит, можно, и даже в этом сумасшедшем мире, и даже в том, что сейчас творится, наброс напряженности, всякие вещи, можно оказываться с головой на плечах и думать о собственном народе. О собственных людях, о собственной экономике, прежде всего, можно процветать. Можно оказываться. А у нас, вот я просто, любой, как бы, телезритель может заглянуть в официальную статистику, там есть показатель, с одной стороны, средних доходов населения, там есть градация по уровню получаемых доходов, да, и есть прожиточный минимум. У нас прожиточный минимум за прошлый год был установлен, я абсолютно точно цифру 1866,3, то есть, и 30 боноц на одного человека. И вот, имеет доход ниже этого уровня 60%. И, видя курс акций, который мы сейчас видим, это где-то получается 100 евриков на человечка. Нет, чуть больше доллара, потому что евро около 20. Нет, я говорю, это, да, да, это, нет, учитывая тренд этого евро, он продолжает упорно снижаться, где-то, ну, 110 евро. Ну, сейчас, сейчас не в этом. Внимание, это еще по официальным данным. Да, я просто хочу сказать, чтобы телезрители понимали, что, вот те, кто, как бы, посчитал, что 1863 ле при коммунальных платежах, нынешних, дали достаточной суммы для того, чтобы выжить в этих условиях, пусть попробуют. Но, но на 60% населения... кто считают, не пробуют. Но, но представьте, что на 60% населения получает доходы ниже этого уровня. они не имеют возможности даже самое необходимое. И это страна, которая была всегда, вот, ну, которая всегда находилась почти в центре Европы. Да. Посмотри на карту. Между Атлантикой, и Уралом. Блодороднейшая почва. В принципе, благоприятный климат. Да все есть. Все есть. Только... И люди неглупые, работящие есть. Все есть. Все есть. Вот, казалось бы, при таком парадоксе мы имеем то, что у нас страна бедствует, и сегодня, если спросить любого молодого человека, который... Знаешь, чего у нас только нету? Нету совести и суверенитета потому нет. Нет, нет. Нет, нет, а да? Нет. Я хотел сказать, что совести не у всех нет. А те, кто захватил власть, у них нет. Это большая разница. Потому что те, кто имеет совесть и понимает, что с этим бессовестным людьми бороться бесполезно и бесперспективно, а это миллион человек. Одну секунду. Мишенька, они уехали из этой страны. И не собираются возвращаться. Помнишь правила рыба портиться с головы? Да. А все ли мы простые люди всегда поступаем по совести и всегда ли действуем по совести? Я вот наблюдаю, как ржавчина, как зараза в человеке это. А раз так, так и я. Вот это... Или, а чем мне вмешиваться в все эти избирательные кампании? Да пошло оно все. Вот я как могу так... То есть действует какой-то еще эффект того, что поведение политического класса, поведение культурного вот высшего, скажем так, слоя, оно разрушающе действует и на остальное население. Вот почему мы в нашей передаче с тобой не раз говорили, что люди добрые, чтобы вы знали, совесть всегда, потеря совести всегда оборачивается для всех нас страшными потерями и ударами. Потому что некоторые говорят, даже главное копейка, чтобы шла, бабки были, а вся эта совесть кому она надо. А не получается так. И вот Маркс, почему вот ты вот процитировал, заметь, что он сказал, что у капиталиста, да, когда вот этот индекс показатель прибыли доходит до своих пределов с моралью, нравственностью, совестью, все заканчивается. Даже понимаешь, ему попасть на виселицу, даже этого не останавливает. Человек становится преступником. И это звоночек и колокольчик для всего человечества. Смотри, что в результате имеем. Говорят, что вот недавно мы прошли черту. Один процент населения земного шара владеет столькими же ценностями, как и все остальные. Вот помнишь, мы с Лао Цзы начали забирать недостающего и добавлять к избыточности. Скажи же, пожалуйста, вот да, считается, что Марс, он где-то был идеалистом, он верил в победу. Он был марсистом, идеалистом был. Внимание, Марс не мог быть марсистом, Христос не мог быть христианином. Материалистом, материалистом. Да, поэтому мы говорим о другом. Но все-таки, вот в том, что сказал Марс, вот в его, я вижу это в трудах Марса, его главная идея, предупреждение человечеству. Ребята, мы все погибнем, если мы забудем о моральных основах, потому что Марс, смотря на свой материализм, он еще был и великим все-таки моралистом. Философ, да. Значит, он именно все время указывал на несправедливое распределение прибыли и противоречие между производством продукта и его часто социальным распределением. И он говорит, что все эпохи развития атробаллогического струя, они преобразовывались на основе этих противоречий антагонистических, которые как бы в каждом периоде, он говорил о том, что капиталист тоже неминуемо погиб. В той форме, в какой еще варварской он был в то время. Да, да. То есть он неминуемо обречен на гибель. Он понимал, например, что он, кстати, критиковал теорию утопии, которая была известна, да, он считал, что это утопительство, но тем не менее, он написал манифест коммунистической партии, как известно. Тоже во многом утопительство. Да, да, но есть вещи, которые вы понимаете, как, вот, часто мы едем в троллейбусе, это как характерный пример, и часто видите, как, например, пассажир отдает билет назад кондуктору. Я иногда, не очень часто, признаю, делаю замечания, потому что я был зам генерального троллейбусного парка, и могу сразу сказать, вот, чтобы было понятно, насколько велики потери. Значит, мы сажали... От такого, казалось бы, благодеяния. Не только такого благодеяния. Вот если мы берем с планового дела, с бухгалтерии, в троллейбус, садим двух человек, они просто сидят при кондукторе. Выручка в троллейбусном парке возрастает на 10%. Вот представьте себе, какие огромные деньги. И я задаю вопрос. Говорю, слушай, если ты, вот такой щедрый, тогда ставь свои дволеи и подари. Почему ты за счет государства, проявляющие элемент щедрости? И мне ответ первый. Слушай, в этом государстве стырили миллиард, а ты меня двумя леями попрекаешь. А я тебе о чем говорю? Помнишь, я сказал, что вот эти кражи феноменальные, вот этот беспредел судейских, беспредел экономических, политических и так далее средств, они и во многом укрепляют, особенно страшно в молодом поколении. Развращают. Совершенно верно. Да. Вот эту тему ты затронул. Очень вовремя. И пусть меня просят телезрители, я уже неоднократно как бы эту идею повторяю. Я хочу, чтобы вот абсолютно неправильно, абсолютно в другую сторону уводят. я не являюсь адвокатом Шора, Платона, Филата и так далее. Вопрос. Но вы просто должны подумать. Просто я схему еще раз повторю. Я многократно повторял. Смотрите, из шести банков Виктория Банк, Агробанк, Моллингкомбанк, Унибанк, Банк Адеэкономия сконструировали деньги Банка Сочала. Да? Значит, это все произошло в в ноябре месяце. Значит, и если вы посмотрите баланс банка Сочала пал в эти активы строка 140, там было 60 миллионов на 30 октября, на 30 ноября стало 17 миллиардов 860 миллионов. Вот эти миллиард, которые говорят, вот эти 17,8. Значит, но чтобы не только эти деньги, параллельно, если помните, правительство Лянки принимает решение о выделении из резерва государства 9,6 миллиарда лея. Потом еще правительство Габурище приняло еще в марте еще там 5,6. Для того, чтобы вернуть деньги, почему они выпали? Из Молдинкомбанк, Виктория Банк и Агробанк. Они выпали как бы из схемы. Остались и три банка. Заметьте. И вот банка Сочала, банка Сочала, это есть материал парламентской комиссии, это как бы все об этом все знают. Дается 5 фирмам со ставленным капиталом 5400 леев, 5400 леев, дается 13,3 миллиарда, потому что остальная разница вот этот 5,5 миллиарда, они почти на покрытие ранее взятых кредитов. Поэтому говорят, что деньги остались в стране. Да, они остались, потому что закрыли кредит. Вопрос, все карманы они перетекли. Но я подчеркиваю, чтобы понятно было суть преступления, любой студент банковского отдела по специальности, он знает о том, что в одни руки нельзя давать больше 15% от собственных средств банка, то есть средств акционеров, это называется совокупный нормативный капитал. Для банка Сачаллы это 70 миллионов. При любых, при... То есть это предел, выше которого... Это как красный свет. А тот вдруг на тебе. Это кирпич на дороге или красный свет. То есть это... Якорь какой-то. Да, якорь. И вот кредитный инспектор выписывает договор на 3 миллиарда. Вот этим 5 фирм там примерно где-то 2-3 миллиарда дается. Выписывает значит кредитный договор, да, юрист визирует, подписывает начальник кредитного дела, утверждает на кредитном комитете, утверждается на совете банка, утверждается на совете банка, значит, и подписывает управляющий банком и главный бухгалтер. А потом, как у Райкина, хлопцы, так кто же виноват? Не-не-не, возникает вопрос. Вы слышали, что руководитель этих фирм 5-и и главный болтерак кто-то объявил их в розыск, что кто-то называл банка Сачала, а теперь представьте, мог ли... Чтобы Лянку привлекли к ответственности для Драгуцана, я чуть не слышал. А Драгуцану, есть закон об отмывании денег и борьбе с терроризмом 2007 года, который гласит, что любое переселение свыше 500 тысяч леев, если оно вызывает сомнение, оно вызывает сомнение, любой студент это знает, там 3 миллиарда леев написано в них. У нас заканчивается время закругли, пожалуйста. Все. И поэтому все это видят, все это знают, и все понимают, что он вешает лапшу на уши, поэтому отчет второй крови засекречен, потому что там 90% честных людей, и поэтому люди потеряли веру в это государство. В этом проблема главная. И мы теряем... Сегодня самый главный наш ресурс, это человеческий потенциал, который уезжает отсюда навсегда. Это главное богатство любой страны. Это самые умные, самые инициативные, самые претенджные, и физически здоровые, небольные и так далее. То есть идет деградация страны. В этом самое ужасное. Итак, уроки Марса заключаются в том, что он всегда, почти везде, вот из того, что я читал, и студентам мы все изучали, независимое, там, математическое, любое образование, заключается в том, что он смотрел, начиная от самых глубин, вот человеческого существа, как мотивированного чем-то и так далее, и кончая самыми высокими и сложными материями финансового дела, любой там экономики, производства и так далее. Огромное спасибо, что пришел к нам сегодня, считай, в день двухсотлетия, вот двухсотлетний юбилей, одного из высочайших по своему, по уму, по глубине проникновения интеллекту, образованности, эрудиции, системному вот такому мыслителю. Вот, спасибо за то, что рассказал об этом прежде всего, как экономист, но я знаю, что любой экономист, который не понимает, что такое мотивация, экономистом никогда не является. Большое спасибо за вот ту дань, которую мы отдали сегодня одному из величайших умов человечества. Спасибо огромное. Дорогие соотечественники, вот и закончилась наша передача. Мы начинали с того, что для того, чтобы правильно понимать, что происходит с нами, что происходит вокруг нас, как себя вести, как дальше двигаться в этой жизни, необходимо все время возвращаться к своим предшественникам. не только к тем, кто создавали наши ментальные традиции, наши бабушки, наши дедушки. И в связи с этим очень бы хотелось сейчас обязательно упомянуть про вот эти знаменитые марши, где люди идут с фотографиями своих погибших, своих отдавших все для дела нашей общей победы, победы не только Востока, но и Запада, победы над фашизмом. И вот хочется сказать, что я бы в качестве одного из портретов понес с собой портрет Карла Марса, потому что именно этот человек сделал очень много для того, чтобы вскрыть суть и предупредить нас о тех опасностей, о том диком, безжалостном и варварском ну, скажем так, поведении вот этой гонкой за профит, которая превращает человека в исчадие ада. И наоборот, он очень многое сделал для того, чтобы показал пути, в том числе и в мире капитализма, которые привели к тому, чтобы жизнь человека стала более очеловеченной. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович парсиэш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!